Деньги, драгоценности и бытовая техника унесли все, что могли. Серийных воров поймали в Кунтер-Калинском районе Дагестана. Село или не село – вот в чем вопрос. Жители Хариба возмущены отсутствием определенного статуса у поселения. О многолетней проблеме смотрите в сюжете наших корреспондентов. Рожицы Дулаев – новое имя в культурной жизни Дагестана. О творчестве художника смотрите сегодня в выпуске. В селении Гения Тельсунтинского района загорелась школа. В результате ЧП пострадавших нет. Полностью сгорел основной корпус общеобразовательного учреждения – это семь классов и кабинет директора. Нетронутым огнем остался корпус, в котором располагались два класса и учительская. Всего в школе обучается 54 ученика. Угроза распространения огня на соседнее здание отсутствует. Учебный процесс будет продолжен в средней школе соседнего наземного пункта. К ликвидации последствий прошествия от главного управления МЧС России по республике Дагестан привлечена одна единица техники и четыре человека личного состава. В 4.00 пожар локализован, причина исчерп устанавливается. Денежные средства, драгоценности, компьютерная и бытовая техника стали добычей серийных воров в Кум-Таркалинском районе Дагестана. Там сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в совершении серии краж. Злоумышленники забирались в частные владения ночью. Увидев пустующий дом на окраине села, они проникли в частный дом путем отжатия пластикового окна и украли сейф, в котором хранились деньги в размере 150 тысяч рублей и золотые изделия. Они же в другом доме украли два ЖК-телевизора и иные электроприборы, причинив ущерб в размере 30 тысяч рублей. Ворами оказались четверо молодых людей из Буйнакска. Содеянным преступники сознались. Расследование уголовного дела продолжается. Я признаю свою вину. Содеянным осознаете? Да. Раскаиваетесь? Я раскаиваюсь. Вы один раз попадались в закражу? Ну, попадались. Почему второй раз совершили? Ну, второй раз совершили, да, как бы сказать, друзьями, да, как бы, ну, так получилось, да, с друзьями, да, как бываешь, и друзья делают такого, и тоже, получается, делаешься, да. 170 хозяйств и более 500 человек, которые проживают на территории Хасавертовского района, но числятся как жители Ахвахского. Поселение Хариб существует без определенного статуса уже много лет. За справками приходится ехать в горы, медпункт находится за несколько километров. Вдобавок, отсутствие нормальной дороги делает же селян почти невыносимой. Луиза Раджабова продолжит тему. Сегодня нашу встречу, хорошее, доброе начало превращать в балаган я бы не хотел. И вам не рекомендую это дело. Хариби – две беды. Плохие дороги и равнодушие властей. К деталям. С позволения сказать, так называемый клуб, который больше напоминает сарай, где проходит собрание, служит ярким примером того, как обстоят дела у харибцев. И здесь же звучит главный вопрос, волнующий местных жителей. Так село мы или не село? 170 хозяйств живут в месте без определенного статуса. Этой земле же надо дать оценку. Она в озеро превратилась или в лес превратилась, чтобы дать ей статус лесного хозяйства или рыбного хозяйства. Я в моей имуществе был, я им говорил, дайте мне документ, подтверждающий, что этот земельный участок относится к тем землям отгонного животного отста, что придан статус земель отгонного животного отста. Дайте мне документ, подтверждающий. Они мне не дали никакого ответа. Главная беда – дорога, которая вперед в межсезонье становится непроходимой. В случае, что, скорая сюда не доедет, а учитывая, что в Харибе нет еще и медпункта, картина становится и вовсе печальной. Как вы не можете меня принять? У меня ребенок, у меня коронок. Вы к нам не относитесь. Вот компьютер, специальная программа. Говорит, езжайте в Хариби. Любой гражданин, любой больной имеет прикрепиться к той поликлинике, к которой ему удобно ходить. Отказывает. Отказывает, знаете почему? Отказывает почему? Потому что один участковый врач должен обслуживать терапевт приблизительно где-то 1500 человек, а педиатр где-то 800 человек. Ну, штат и раздает Минздрав. Что за издевательство? Чтобы обследоваться, нам приходится ехать в горы, туда, далеко, в Ахвахский район. Здесь, в Хасавюртовской поликлинике, нас отказываются принимать, объясняя это тем, что наши медицинские полюсы выданы в Ахвахском районе. Не надо нам оттуда их выдавать. Выдавайте здесь. Создайте нормальные условия для людей. В местной школе не хватает учителей. В Хариби нет спортзала, детского сада. И это несмотря на то, что в селе около 80 детей, младше дошкольного возраста. Как глава не имею права. Как глава я не должен сюда. Он даже не имеет права, словом, копейку вложить. Хотя мы получаем. И он получает деньги, исходя из ваших голов. Каждый член с ними считает, деньги поступают. Так, село Хариб или прикутанное хозяйство? Споры идут до сих пор. Хотя закон, согласно которому харибцы должны были жить в селе, был принят в 2004 году Народным собранием Республики Дагестан. Пункт номер 6. О статусе и границе. Если статус земли все еще не принят, и харибцам не положена удобная жизнь, то куда идут налоговые отчисления? Как же суда могли провести газ? Все говорят, на зонах отгонного животноводства запрещается строить капитальное строение или что-либо. Что-либо вообще. Закон, когда был принят. Закон, например, отгонного животноводства был принят. И вступил в закон в 1996 году. В 1996 году есть факт. До этих пор, до этих пор, на этом, здесь уже люди пользовались газом. В 1995 году. Значит, чтобы стать статус земель отгонного животноводства, значит, должна была комиссия обследовать эту территорию. Оно в каком состоянии? Все эти годы местные жители писали обращение с просьбой помочь во всевозможные инстанции. Однако, ВОЗ и ныне там. И вопрос, село мы или не село? Харибцы задают себе и другим до сих пор. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хариб. Как привить детям иммунитет к негативной информации, которой заполнены просторы интернета? Это один из вопросов, обсуждавшийся на круглом столе, посвященном информационной безопасности в сети. На обсуждение пригласили школьников, студентов, их родителей и преподавателей. Специально для них выступили эксперты в области профилактики, экстремизма и терроризма в молодежной среде. Формированию у подростков навыков грамотного, безопасного поведения в интернете уделяется большое внимание. Это не только медиаграмотность детей, это не только, допустим, самооценка самого ребенка, потому что он завоевал какое-то место. Это имидж Дагестана. Мы входим в цифровое общество, мы уже в цифровом обществе, и дети должны знать, как жить и какими методами им нужно действовать. Эксперты рассказали ребятам, как не стать жертвой мошенников, и самое главное, как защититься от пропаганды и экстремизма, так как именно с помощью интернета террористы вовлекают в свою деятельность молодежь. При этом к культуре поведения в интернет-сети должны учиться как дети, так и взрослые. Если сам ребенок не будет знать, как ему поступать в той или иной ситуации, если родители не будут знать, как защитить своего ребенка, то, соответственно, мы можем прийти к тому, что ребенок будет зомбирован, будет вовлечен в асоциальные явления, в противоправные действия и так далее. Наши ребята не только учатся, изучают интернет и учатся управлять им, но и демонстрируют свои навыки. В школе имени Юсупова прошло торжественное мероприятие, посвященное великому полководцу имаму Шамилю. Собравшиеся вспоминали примечательные эпизоды биографии имамы, а также говорили о роли и значении личности Шамиля в истории республики. На мероприятие побывал Абдулла Алиев. Ему слово. Мы находимся в школе имени Юсупова, где проходит ежегодное, торжественное мероприятие, посвященное великому полководцу, духовному наставнику мусульман Дагестана имаму Шамилю. Ученики из разных классов здесь показывают сценки, связанные с важными событиями из жизни имама и его сподвижников. Также исполняют нашиды и показывают танцевальные номера с элементами фехтования. Цель мероприятия по словам организаторов – побудить подрастающее поколение к изучению своей истории, а также ценить память о своих предках. Такие мероприятия проводятся, чтобы дети лучше знали историю нашего народа, могли подражать таким людям, как имам Шамиль, ну и были патриотами своей родины. Когда национальные достойные качества, характер изменяются, ассимилируются, в это время без таких мероприятий не обходится. И практически нам необходимо почаще проводить и дать почувствовать нашим потомкам, какие были наши предки, их храбрость, их достоинство, их честность, их настоящий крепкий дух. Вот это надо передать детям. По словам организаторов, мероприятие должно вызвать интерес у детей, побольше узнать о такой личности, как имам Шамиль, и взять с него пример, как нужно любить и защищать свою родину и религию. Абдулла Алифнур, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. В глазах огонь, на лицах маска. Характер горцев через мелкие детали и жесты можно разглядеть на портретах Рашида Садулаева. Художник представил выставку под названием «В горах мое сердце» накануне в Национальном музее имени Тахагоди. Побывала на открытии и ознакомилась с его творчеством и наш корреспондент Карина Баталова. Ей слово. Имя Рашида Садулаева для культурного бомонда республики – большое открытие. Организовать первую персональную выставку в крупнейшем музее Дагестана для художников – большая честь. Тем более, что Садулаев наивисты, а их работы не часто попадают во внимание галеристов и арт-критиков. И все же эти простые и открытые картины могут быть не менее драматичны и даже художественно значимы, чем полотна признанных мастеров. Вы знаете, я вот так увидела, у меня сразу как-то сердце раскрылось. Ну, бывает иногда вроде «да, хорошо», там начинаешь думать, что-то анализировать, а здесь даже анализировать не хочется. Вот эта искренность, эта непосредственность и вот эта гармония, которая присутствует. Не все наивные художники, не профессиональные, не все ее владеют. Рашид Садулаев не имеет профессионального художественного образования. К искусству приобщил его дядя, тоже самоучка, художник Абдулмажид Манапов. Рашид всю жизнь работал на земле, возделывал ее, выращивал сады. Заниматься живописью он начал лишь после 30 лет. Так дело и пошло. Сейчас в его коллекции более 80 произведений в разных жанрах. В основном это пейзажи родного села Ботлих. Есть и портреты, и натюрморты, жанровые сцены и даже анималистические композиции. И все же главный герой его картин – это горцы и горянки, его земляки. Среди всех картин, представленных на выставке, больше всего выделяется именно это – портрет имама Шамиля в натуральную величину. Художнику понадобилось полтора года, чтобы его закончить. Тем более, что рама сделана вручную. Атмосфера радости и восторженный взгляд на повседневную жизнь. Яркий колорит и внимание к деталям, совмещение вымысла и реальности. Эта выставка была организована Домом народного творчества в рамках проекта «Самородки», нацеленного на выявление талантов из народа. Надо сказать, что вот это направление исследования этого социального феномена, я действительно считаю, что это социальный феномен, потому что это не единичный случай, а уже достаточно массовое явление, когда люди-самоучки, самобытные художники, они начинают писать. Выставка Рашида Саадулаева продлится до 19 февраля. Напомню, посетить ее можно будет в Национальном музее имени Таха Годи. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, Телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Более 30 золотых медалей выиграли дагестанские бойцы на чемпионате Федерации ММА Ориентала России, прошедшем в Москве. За звание лучшего там боролись около 300 спортсменов из 20 субъектов страны. Дети, юноши, юниоры и взрослые. Все они выступали в шести различных дисциплинах. Лидерство сборной Дагестана обеспечили подопечные тренеров Бодави Гасанова, Шарабудина Устарова, Султана Ибрагимова, Рустама Кухмазова и Видади Маданова. Вслед за нашими бойцами в общем зачете идут команды из Ставропольского края и Ростовской области. Все чемпионы в апреле отправятся на первенство мира в Италию. Накануне в Махачкале выявляли сильнейших игроков в дартс. Медали первого официального чемпионата Дагестана оспаривали более 60 человек из разных городов и районов. Они боролись за 11 комплектов наград. В этом виде спорта не все так просто, как кажется. На турнирах всегда есть место накалу эмоций и страстей, которые порой даже зашкаливал. В мужской части разрыв между призером оказался минимальным. В личном зачете лучше всех был махачкалинец Джамиль Салимов. В командах, соревнованиях золото у дартсменов из Буйнакска. У женщин открытием чемпионата признали Мадину Шахруеву. В 16 лет девушка сумела выполнить норматив кандидата в мастера спорта. А опытная по темат Гаджи Магомедова победила во всех четырех разделах, где принимала участие. Турнир поддержали замминистра по физической культуре и спорту Гайдарбек. Гайдарбеков и руководитель городского спорткомитета Марат Ибрагимов. Теперь ведущие спортсмены Дагестана будут готовиться к предстоящему чемпионату России. Он в конце апреля пройдет в Санкт-Петербурге. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хаджиа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин